Всем привет! Как и обещал, я вернулся осенью для того, чтобы вам показать уже финальную версию Ubuntu 17.10. Здесь уже нет Unity, здесь у нас присутствует только Gnome 3. Рекомендую перед тем, как вы начнете эксплуатировать данную систему, ее обновить. Для этого вам нужно зайти в терку, открыть этот значок и обновить программное обеспечение. Нажимаем установить сейчас. От вас, скорее всего, сейчас потребует ваш пароль root. Странно, ничего не потребовали. Видимо, в процессе потребуют. Будем на это надеяться. Разработчики Ubuntu 17.04, я, если честно, часто не понимаю, кому общий дистрибутив принадлежит. Сообществу или же разработчикам Gnome 3, или же Canonical, или еще кому-то там, кто вообще этим битлэмом занимается, они уверяют, что переход на 17.10 будет безболезненный. И вообще, пользователи Unity вообще разницы никакой совершенно не заметят. Я сейчас сюда вставлю картинку Unity 7 версии. Я по личной памяти сейчас посмотрю на этот рабочий стол. Ну, вроде бы, похоже. Здесь находится слева панель боковая, так называемая Ubuntu Dog. Сверху у нас еще одна находится вот такая панель. Ну, если, как бы, не объестся всей этой красоты, мы видим, что немножко она здесь, конечно, отличается. А если честно, она вообще ни хрена не похожа на панель, которая была в Unity. Это обычная панель Gnome 3. Здесь у нас изображена кнопка обзор. Сейчас включаем... Нет, не слоупка, а давайте включим новичка. Который, в принципе, вот после семерочки, десяточки, решил попробовать данную операционку. Себе ее установил, запускает, смотрит, сразу думает, ну, блин, реально макос. Я теперь со своим буком выйду в парк. У меня телки увидят, что я на такой системке сижу. Они все мои, короче, и вообще будет шик. Он залазит сюда, видит красивый рабочий стол и видит обзор. Думает, наверное, сейчас открою и запущу все нужные мне приложения. А точнее, мне нужна просто настройка, чтобы что-то здесь перенастроить. Смотрит на док. Обычно настройка же в Ubuntu нормально изображалась. Вот здесь она должна была быть помещена, но ее здесь нет. Зато здесь присутствует Amazon. Для чего здесь Amazon? Amazon, я вам открою секрет. Они сюда его поместили для того, чтобы вы могли купить себе крысиный порошок. Для того, чтобы отправиться в мир иной. К тем крысам, которые в подвалом это все дело подсыпают. Короче, для того, чтобы вы просто не мучили. Здесь справка, после которой у вас наверняка еще больше появится вопросов. Если она, конечно, переведена, мы нажимаем на обзор. И мы хотим увидеть меню. Потому что в Unity, в принципе, здесь меню и находилось. Называлось оно Dash или Dash. Это для логопедов. И здесь было по категориям менюшка, где вы могли выбрать, найти все, что вам нужно. Были линзы. Было довольно прикольно. Но вы получаете вот это. Здесь просто строка какого-то поиска. Вы сами не понимаете, что здесь вообще находить. Сбоку какая-то спрятанная хрень, похожая на шкаф черный. Наводите, появляются вот такие две картины. Пользователь не сразу топрет, что это виртуальные рабочие столы. Естественно, он выходит и не понимает, где меню. Нажимает правое окно в камыш. Может здесь где-то меню есть, его нет. Ну и вот он запускает файловый менеджер. Еще один файловый менеджер. И думает, нажму-ка я еще раз сюда. И он понимает, для чего эта хрень нужна. Она нужна для того, чтобы группировать окна. Вы здесь можете окно переместить на другой какой-то рабочий стол. Или вот вместе их соединить, эти два окна. И по идее оно должно называться не обзор, а должно называться Windows, окна. Или здесь должно быть написано управление окнами. Или окна. И пользователь немножко чешет бубен. Думает, куда я нахрен попал, ребята. Снизу он наблюдает терку. А это похоже на терку. Знаете, советскую старую терку. Для чего она здесь? Для того, чтобы вы взяли свою голову и натерли на нее. Потому что она наверняка у вас уже просто окаменела от ужаса. Вы сюда нажимаете. Наблюдаете за очень быстрой, прекрасной анимацией. И у вас возникает мысль. Наверное, они хотели изобразить вот здесь значки. Но обычно в современном интерфейсе меню отображается из трех полос. Но они решили вот точки вот эти сделать. Для того, чтобы вы дольше гадали. Что же это вообще такое? Думаете, ну блин, если по идее меню должно состоять из трех значков в строчке, а здесь их почему-то шесть, значит еще больше вопросов в принципе возникает. Ну, наконец-то, после того, когда вы нажали сначала сюда, потом переместились сюда, вы все-таки находите параметры. Интересно, разработчикам было очень тяжело сделать вот так. В чем дело? Почему она не перемещается? Ладно, вот так. Чтобы после установки системы, настройки были вот здесь. Вы попадаете в настройки, запускаете их, думаете, ну блин, сейчас будет классно. И опс, сразу в лицо, как будто с локтя, а потом с кулака просто в лобишняк. И написано, но Wi-Fi адаптер фаунт. И ты думаешь, йоколы мэне, что-то не так, что-то не так работает, господи, мой пукан. Потом понимаешь, у меня же стационар. И думаешь, ну что за дебилы? Какого хрена они сделали так, чтобы при запуске настройок, то есть параметра, появлялась сразу кто-то хреновый. И сразу же пугало, потому что когда ты видишь, что у тебя что-то не работает, ты сразу думаешь, что блин, все пропало. Потом понимаешь, да, блин, оно и не должно так, оно и не должно у меня работать. Почему вы, дебилы, не могли сделать просто приветствие? Здравствуйте, вы попали в систему, то есть в меню параметры, где вы сможете настроить Ubuntu. Желаем вам успехов, воспользуйтесь справкой и многое-многое другое. Неужто нельзя сделать нормально? Вы хотите добить вообще Ubuntu окончательно? Это бесец. Во времена Unity, для того, чтобы запустить какие-нибудь встроенные приложения типа Амазона, вы нажимали на значок, после этого появлялся такой миниатюрный мини-браузер, через который вы могли совершать покупки в Амазоне. Что же здесь у нас интересно? Наверняка они написали суперинновационное какое-нибудь приложение, которое просто сейчас разорвет весь мир, и мы побежим устанавливать себе Ubuntu 1710. Нажимаем, и что же здесь мы видим? Ждем-с. И у нас запускается суперприложение, запускается под названием Mozilla Firefox. Встречайте, наверняка ни в одной операционной системе подобного приложения нет. Это просто овация, ребята, овация. Это супер. Класс, ништяк. В параметрах я нашел такую интересную штуку. Здесь у нас есть уведомление. Ну, это понятно, что это нормально. Но когда присутствует один и тот же архиватор, добавленный два раза, менеджер архивов, менеджер архивов. Ниже файл, файл. Файл это у нас файловый менеджер наутилус. Если они, конечно, его здесь не переименовали, но так как это чистый гном, ни о каком переименовании речи быть не может. Но неужто нельзя нормально добавить один раз? Зачем вы добавили два раза? Это нормально? Отдельное внимание заслуживает центр приложений, который уже здесь не оригинальный. Когда-то у Canonical был слой из центра приложений, но они его закопали, так как не хватило ресурсов на дальнейшее его развитие. Поэтому они взяли гномов. По моему личному утверждению, я не буду за всех говорить, данная программа нестабильна, она невероятно ужасна, и было глупо ее использовать по умолчанию в качестве инсталлятора ПУ. По мне, то, что сделали в Минте, даже в Canonical используется не центр приложений, а используется GD, который гораздо быстрее позволяет установить программу. Если у вас, тем более, не очень мощная машина, пока запустится вот этот неповоротливый менеджер центра, точнее, приложений, ну, настанет, наверное, конец света. К тому моменту уже состаритесь. А бывает так, что он еще может и повиснуть. Это довольно часто. У меня очень много видео с Ubuntu, 16.04, 17.04, где я с радостью отключал вот это произведение искусства, без всякого сожаления. Давайте попробуем что-нибудь установить. Давайте аудио-видео зайдем. Вы видите, как он быстро запускается. Замечательно, офигительно. Виртуальные драйвера установлены. Все должно здесь работать нормально. Ну, давайте Audacity. Видите, пока это все дело запустится. Так, нажимаем установить. Просит root. Подтвердить. Устанавливается программа. По идее, в процессе мы можем установить еще одну. Давайте установим Климентин. Ждем, ждем, ждем. Можно сходить пока в туалет. Побриться можно. Трусы поменять от ужаса, потому что уже, наверное, испачкал. Ой, ждем. Эй, дорогой. Эй, дружище. Гомбардёба, эй. Поставлю пока, ребят, на паузу, потому что это невыносимо. Если данная программа настолько беспомощна и не в состоянии одновременно устанавливать две программы, можно сделать так, чтобы вторая программа стала вочтить. А тут получается так. Одна устанавливается. Начинайте устанавливать другую и ждете еще 15-20 минут, пока придет ее очередь. Вместо того, чтобы увидеть надпись о том, что скоро установится та очередь. Наступит. Здесь у нас крутится какая-то хреновина, которая, ну, по мне, так очень дико бесит. Нажимаем установить Климентин. Надеюсь, хоть он нас не подведет. В Unity, когда программа устанавливалась, она автоматически отображалась в боковой панели. Это было очень удобно. То есть, значок перемещался сюда влево, и он так вот подавал вид, как бы немножко прокручиваясь, говоря о том, что программа установлена. Тут же пользователь может увидеть только кнопочку удалить. После этого он понимает, что что-то там где-то установилось. И поэтому нужно снова нажимать на терку. Наблюдать прекрасную вот эту анимацию быструю. И только здесь вы наблюдаете программу. Теперь дальше нужно запустить саму программу. Пока она запустится. И вот мы видим, что она, в принципе, работает. Я бы лучше на ихнем месте сюда еще синептик добавил. Наверняка многие из вас меня уже возненавидели, так как очень много грязи я, наверное, вылил на данную систему. Для вас я рекомендую все-таки посмотреть предыдущие мои видео, посвященные всему происходящему, то, что происходит с Ubuntu. Все это дело взвесить. Посмотреть, как я отзываюсь, о старых релизах, о версиях LTS, на каких версиях я сидел, какое программное обеспечение я эксплуатировал. И все-таки не стоит использовать 1710. Почему? Обратите внимание на дебютивы, которые основаны на Ubuntu. Тот же самый Linux Mint, Elementary OS и многие-многие другие. Они перестали использовать не LTS-версии. Это говорит о том, что не LTS-версии являются небезопасными помойками, такими испытательными полигонами, просто кучами навоза. Если вам хоть немного жалко свой компьютер, я не рекомендую вам что-то подобное использовать. Если все-таки вам нравится Gnome 3, или у вас просто железные нервы, и вам хочется поковыряться во всем этом деле, я рекомендовал бы вам попробовать Debian, где все это дело немножко постабильнее. Одним из важных достижений, которые описываются на форумах по поводу релиза 1710, является то, что кнопки теперь отображаются справа. Это величайшее достижение, которое наверняка будет записано в книгу рекордов Гиннеса. Линуксоиды всего мира ликуют, потому что свершилось. Наконец-то. Все, теперь точно жизнь изменится. Вместо Global Menu у нас здесь вот такая вот штуковина вылазит. Ну, наверное, круто, да. Самое лучшее применение для той же самой Ubuntu 1710 это научное пособие для юных программистов, чтобы они видели, как не стоит вообще создавать дистрибутив или уже просто операционную систему. А вообще, чем классно Ubuntu? Она является прекрасным сырьем для создания других дистрибутивов, что, в принципе, является правдой. Для того, чтобы начать ненавидеть Ubuntu, как я, вам нужно просидеть на данной операционной системе в течение очень многих лет. Я первый раз начал пользоваться Ubuntu еще во времена 8-10. В те времена была графическая оболочка Gnome 2, которая меня вполне устраивала. Все было очень сильно производительно. И я был очень доволен. Прошли года. Настала версия 11.04. У меня есть даже видео, начало капсан, так называется, Ubuntu, где я разъясняю все это дело. Потом у меня есть видео с предварительной сборки ночной Ubuntu 17.10, где я очень много всего по этому поводу рассказывал. Мне не хотелось бы особо повторяться по поводу претензий, которые здесь присутствуют. Компания положила огромные силы на создание Мир, на создание Юнити, на создание Ubuntu One, облачного хранилища. То есть было очень много разработок. Люди, которые сидят сейчас на 17.04, перейдя на 17.10, наверняка испытают просто дичайший ужас. Потому что здесь процентов, наверное, 40. Многих функций, которые были в Ubuntu вместе с Юнити, просто-напросто нет. Если вы уже отказались от Gnome 2 и влезли в авантюру с Юнити, доводите это до конца. Так и нет. Тут всего этого дела отказываются. И самое что интересно, огромное количество народу радуется, как будто происходит что-то хорошее. Хотя компания, по сути, снимает со своих плеч весь этот геморрой, закрывает все свои разработки и, по сути, перекладывает его на сообщество. Сообщество берет, ставит просто лысую оболочку, для того, чтобы народ сильно не тявкал, не открывал рот, сюда засовывают вот эту вот, извиняюсь, хотел сказать, уйо, вот эту хреновину. Типа, вот посмотрите, тут все так же самое, как в Юнити. И вообще не выпендривайтесь. В чем вам вообще не хватает? Тут все классно, быстро, шустро. Да вообще-то лучшая операционная система. Загляните на форум Ubuntu.ru или же на, допустим, группу ВКонтакте Ubuntu и посмотрите, насколько там утопические, панические присутствуют настроения. Насколько все на самом деле плохо. Насколько все на самом деле печально. Оптимистов все меньше. Оптимисты, в принципе, присутствуют. Но ждать чего-то хорошего от такой провальной графической оболочки, а в момент создания вот этой оболочки, в момент релиза, появилось огромное количество форк. Я мало того, я скажу, что Gnome 3 породил большее количество форков. Еще ни одна графическая оболочка, самая провальная, не доводила сообщество свободное до того, чтобы они создавали такое количество форков. Это и Mate, это и Cinnamon, это всяческие другие оболочки. Например, даже там же самое Elementary OS свою какую-то оболочку делает. То есть дистрибутивы не хотят работать с Gnome 3. Нормальные дистрибутивы, ориентированные в плане того, не гиковские, ориентированные на десктоп, лучше сделают свой какой-то форк, чем будут использовать Gnome 3. Потому что это не приспособлено для десктопа. Это просто пиздец. Я уже мотюкнусь. В том, что вы видите на экране, нет никакой логики. Вообще. Одна вот эта долбанная кнопка, я где не вижу, я на нее нажал. Обратите внимание, настолько все криво, что здесь образовалась какая-то ступень, как будто кусок вырезали. Посмотрите, здесь пиздец. А подсветить нельзя. Ну неужели нельзя сделать по-людски? До пятой кеды, сколько бы я на них не говорил, ну блин, в десятки раз как-то лучше сделаны, чем Gnome 3. Это жопа. Для тех, кого бомбануло, я под конец бы хотел сказать, то что я, скорее всего, сейчас стебался. Но гнева достаточно, потому что данная операционка не оправдала моей надежды. Когда-то в нулевых годах я очень сильно верил в нее. Я думал, что много чего данная система изменит, но ничего не изменилось. Система, по сути, сама себя ликвидировала и привела себя до такого перестроечного состояния а-ля СССР периода 88-го года. Выглядит все очень печально, все очень плохо. Для тех новичков, которые все-таки захотели попробовать Ubuntu и Gnome 3, рекомендую зайти на сайт Ubuntu.ru и на форуме написать свое железо. Задать вопрос, будет ли работать данная система на моем железе. Взвесить все. Запустить систему в Live CD или Live USB и посмотреть, работает ли. Не спешить. С горячки не устанавливать. И все-таки устанавливать только LTS-версию. Старые версии устанавливать смысла нет, так как оболочка Unity больше не поддерживается. Вы только расстроитесь после того, как с той же самой 16.04 вам придется переходить на вот это. Это будет разочарование. Лучше сразу привыкайте к этому, чтобы не портить свои впечатления. Все-таки я очень бы хотел, чтобы по 17.04 положение справилось. Я бы хотел, чтобы у Canonical снова появились деньги и они могли нанимать очень качественных программистов или хотя бы наняли дизайнера, потому что на это смотреть невозможно. Это очень плохо. Даже в каких-то подпольных дистрибутивах Gnome 3, которые я, в принципе, обозревал, и то лучший интерфейс, чем то, что я вижу здесь. А вот эта панель лучше все сделайте по дефолту. Уберите это нахрен. Ну, не похоже это на Unity. Это бред. На этом всем пока. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...